Здравствуйте! В эфире Универ Ньюс. С вами Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете просились доктором физических наук Николаем Непримеровым. Вперед навстречу приключениям! Студенты КФУ изучили необычные озера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казанского университета Николай Николаевич Непримеров. 11 января 2017 года ушел из жизни доктор технических наук, кавалер Родинов Красной Звезды и Отечественной войны второй степени Николай Николаевич Непримеров. Он родился 1 мая 1921 года в деревне Ановка Воронежской области в семье Лесничева и сельской учительницы. В 1926 году семья переехала в Казань, где в 1939-м закончил с отличием школу номер 83. С 1946 года начинается его учеба на физико-математическом факультете Казанского федерального университета, с которым он свяжет свою судьбу на всю жизнь. В 60-х годах он становится заведующим кафедрой радиоэлектроники уже на физическом факультете университета с новой учебной специализацией по радиофизическим измерениям. Николай Николаевич Непримеров – авторитетнейший специалист в области физики нефтяного пласта. Под его руководством кафедра сформировалась как самостоятельная учебная и научная единица и практически в том же виде существует и поныне. 13 января в стенах родного Казанского федерального университета родственники и коллеги простились заслуженным профессорам. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выразил соболезнования родным и близким Николая Непримерова. Жизнь его была такой же и радостной, и трудной, и проблемной, как и в принципе история развития нашей страны в целом. Были и горечи поражения во всех, и начинают потери друзей, заканчивая радостными моментами, когда он радовался успехам института, университета, кафедры и близким ему людям. Поэтому, я думаю, светлая память об этом великом человеке, патриархе нашего университета, она сохранится. Многие профессора и коллеги выразили огромную благодарность и почтили светлую память Николаю Непримерову. Одним из них выступил заведующий кафедры медицинской физики КФУ Альберт Аганов. Три года назад я закрыл белые пятна истории физики, потому что мы написали книгу, было много противоечивых таких и обидных заявлений, и он все поставил на место, я поразился, его объективность, он точно все, как мы предполагали, расставил в этой истории. Поэтому я его, конечно, знаю очень хорошо, такой человек вне формата. Я это все теперь уже осознаю, потому что я тоже уже прожил вот эту большую жизнь, это норма. Он был масштабный человек во всем. Вот та тематика, о которой вы говорили, вот сегодня говорили, Вершат Рафтад, Вершат Рафтадзе, Денис Карлович, связан с нефтерной тематикой. Но мало кто сейчас это помнит, что весь двор из фака, это была его экспедиция. Про научные труды профессора Казанского федерального университета Николая Непремерова его ученики уверенно говорят, это работа не только на сегодняшний день, но и на завтрашний, на будущее. О себе профессор Николай Николаевич Непремеров не раз говорил, что жил он не зря. Много сил отдавая любимой работе, и в этом постоянном труде секрет его творческого долголетия. Что обсуждают сегодня на просторах интернета республики, узнаешь прямо сейчас. Наша традиционная рубрика – веб-ньюс. Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин поздравил работников масс-медиа республики с Днем российской печати. 13 января – своеобразная точка отсчета в истории отечественной журналистики, поскольку именно в этот январский день 1703 года по указу императора Петра I в свет вышел первый номер газеты и ведомости. Президент Татарстана Рустам Мениханов вошел в топ-15 самых цитируемых российских блогеров 2016 года по версии системы «Медиалогия». Лидер республики выложил в Инстаграм фото Рамзана Кадырова и Гермина Грефа болеющих за изображение Казани на новых банкнотах Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей, чем обеспечил себе 11 место рейтинга. В Москве со спектакля «Хаджан и Среддин» начались гастроли Татарского государственного академического театра имени Камала. Малый театр Москвы с трудом смог вместить желающих посетить спектакль Камаловского театра. Казанский Кремль презентует каталог выставки «Путешествия к Тукаю». Экспозиция включает рукописи стихов поэта при жизненной издании и публикации фотографий окружения Тукая. Facebook разработает технологию, с помощью которой можно будет читать и передавать мысли. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с генеральным директором компании ICL. На встрече обсуждались возможности сотрудничества Казанского университета и одного из ведущих российских предприятий в области IT-решений. Разработка химиков КФУ позволит создать в Республике Татарсан производство экспресс-тестов. Методика позволяет в 8 раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды. Создание виртуальной астрономической обсерватории в КФУ было уже давно в планах, но в полной мере начало осуществляться лишь в прошлом году. По этому поводу мы пообщались с профессором Института физики КФУ Юрием Нефедевым и узнали о предстоящих планах. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Французский математик Анри Планкере когда-то сказал, «Астрономия полезна потому, что она возвышает нас над нами самими. Она полезна, потому что она величественна. Она полезна, потому что она прекрасна. Именно она являет нам, как ничтожен человек телом и как он велик духом». Совсем недавно в Казанском федеральном университете объявили о создании Казанской виртуальной обсерватории в кооперации с Российской академией наук и Чешским технологическим университетом, которая позволит сохранить уникальные наблюдения, которые выполнялись казанскими астрономами на протяжении нескольких десятков лет. Декларация о космическом технологическом наследии. Она так и называется – Казанская. Но вот с тех пор как бы декларация есть, а база данных не существует. Вот мы хотим такую базу создать, учитывая то, что в этом году. То есть в 2016 году мы опубликовали такую вот коллективную монографию, где очень многие специалисты со всего мира представили свои труды. И, соответственно, там много говорится о космическом технологическом наследии. Юрий Нефетев о приглашении у доктора Рене Гудеца в декабре 2016 года посетил Чешский технологический университет для участия в семинаре по редукции астронегативов и обсуждении перспектив совместных научных исследований. Наш молодой ученый, который много уже премий получил, Андреев Алексей, он когда выступил с докладом о создании Центра космических технологий в Казани, и, соответственно, о цифровке нашей библиотеки астронегативов, то к нему потом, как неудивительно, выстроилась целая очередь специалистов и из США, и из Австралии, и из Аргентины, и европейские коллеги наши. Проект Астрономическая виртуальная обсерватория – это многопераметрическая виртуальная среда астрономических данных, основанная на современных цифровых компьютерных технологиях. Деятельность виртуальной обсерватории направлена на увеличение возможностей астрономических исследований, в том числе и в области прикладного характера, а также аккумулирование колоссального объема спектрального разнообразия данных всемирной астрономической науки. Казани мы хотим осуществить следующим образом. Ну, во-первых, оцифровать нашу библиотеку астронегативов. Почему это все делается? Ну, не с точки зрения даже того, что можно все переобработать, те наблюдения, которые были выполнены, а самое главное, что на этих пластинках могут быть объекты, которые в те времена, в общем-то, интереса не представляли, а сейчас представляют огромный интерес. Допустим, там те же самые сверхновые звезды. К настоящему времени в мире в цифровой вид переведено уже более 18 миллионов астрономических фотопластинок. Данные виртуальной обсерватории можно будет использовать и про проведение учебных занятий, как в вузах, так и в школе. Так как астрономия стала возвращаться в школы, но учебных пособий и тем более практических материалов астрономических наблюдений в наличии практически нет. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Студенты Казанского университета исследовали несколько озер и горных репк Абхазии. Три пещерных водоема и нашли настоящий молочный водопад. Каковы результаты экспедиции, выяснила Аделя Шамилова. Студенты Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета приняли участие в 12-й российско-абхазской гидроэкологической экспедиции. Как рассказывает одна из участников экспедиции Юлия Бодреддинова, главной целью поездки в Абхазию стало нахождение довольно важного для научного исследования материалов. Здесь они отбирали гидрохимические пробы, занимались сбором данных по гидрологическому режиму водных объектов. Все это необходимо для оценки состояния экосистем. Юлия занимается изучением ихтиофауны водных объектов Абхазии в условиях антропогенного воздействия. Сейчас молодая исследовательца обрабатывает ихтиологические пробы, которые привезла с практики. Юлия отмечает, что из изученных водоемов озеро Скурча показалось ей самым необычным. В него впадает одна из самых мощных рек Кавказа – Акадор. Кроме того, Скурча соединена каналом с Черным морем, который оказывает влияние на все компоненты экосистемы озера. Сочетание пресноводной и морской ихтиофауны действительно можно назвать удивительным. Ежегодно сотрудники студенты и аспиранты кафедры природообустройства и водопользования проводят наблюдения за экологическим состоянием разных озер, выявляют особенности динамики гидрологического режима и состояние солености воды. Процесс развития флоры и фауны исследователи изучали у одного из самых легендарных водопадов, с которым связаны целые поверья. Исследовательница поделилась, что экспедиция открыла для нее много нового и полезного, дала возможность почувствовать себя настоящим специалистом. Она уверена, что такой бесценный опыт, который она получила, обязательно пригодится в будущей профессии. Это были все новости на сегодня. Берегите себя и будьте здоровы. С вами был Оскар Галимов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok